Газовая плита, микроволновая печь, холодильник. Эта кухня по виду и оснащению ничем не отличается от кухни в обычной квартире. Но для воспитанников Головеньковского дома-интерната это учебный кабинет. Здесь ребята постигают элементарную основу быта. Учатся резать хлеб и делать бутерброды. Сегодня девчонки под присмотром воспитателя жарят оладьи. Ими угощают Алексея Дюмина. Навыком, который домашние дети незаметно приобретают в семье, этих ребят учат многократно. С удовольствием, с желанием идут в этот кабинет, заниматься, делать. И даже потом мы с ними планируем, что мы еще потом научимся приготовить. Вот потом мы все это вместе поедаем. Бывает, что отмечаем дни рождения или какие-то праздники. Вот сегодня мы так запланировали, сегодня день молодежи. И решили, что испечем оладушки и будем есть их с вареньем из яблок, которые по осени мы собирали яблоки в нашем саду и варили из них варенье. В интернате постоянно проживают 149 ребят от 4 до 18 лет. Все с тяжелыми отклонениями в здоровье, ДЦП, синдромом Дауна, врожденной слепотой. Для круглосуточного пребывания, ухода за больными детьми и их социализации здесь созданы все условия, докладывает Алексей Дюмин, руководитель социального учреждения. Есть компьютерный класс. Мальчишки сами снимают и монтируют небольшие фильмы о жизни в интернате. Рядом симулятор управления самолетом. Он помогает развивать мелкую моторику. Его интернату подарили спонсоры. Для занятия творчеством создан отдельный класс. Там ребята лепят, рисуют, преподносят Алексей Дюмину подарок, сделанный своими руками. В ответ он дарит мальчишкам значок губернатора. Лекарств хватает, рассказывает губернатор-медработник. Медкабинет укомплектован полностью. Больным детям проводят всю необходимую реабилитацию и физиопроцедуры на месте. Если нужна помощь узких специалистов, больница никогда не отказывает в приеме. В этом году спонсоры подарили интернату два пони. Для ребят это не просто положительная эмоция от общения с животными, но и часть реабилитации. Появилась на территории интерната и красивая детская площадка. Есть своя футбольная команда, но нет хорошего игрового поля. Его приобретут на средства фонда «Перспектива», обещает Дюмин. У нас соц. учреждений на территории нашего региона, их достаточно. Надо каждому точно внимание оказывать. С вашего соц. учреждения мы сделаем помощь. Мы найдем внебюджетные средства для того, чтобы оборудовать вам площадку, где можно играть не только в футбол, влеббол, баскетбол, заниматься легкой атлетикой. Вам хочу сказать спасибо за то, что вы делаете. Передавайте перед большой персоналу, который через сердце пропускает все вот эти вещи, которые они видят, каждый день сталкиваются. Работа непростая. Современное спортивное сооружение должны установить до первых холодов, отдает поручение губернатор. В короткие сроки при необходимости будут решены и другие вопросы интерната. Надежда Мелехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.